Тем временем в Павлодаре решается судьба 4-летнего Артура, который несколько суток провел в окопе. Ребенок упал в яму во время прогулки по автодрому военно-технической школы. Мальчика матери не отдали. Из областной детской больницы его перевели в приют. А через пару недель в ювенальном суде начнется процесс по лишению женщины родительских прав. Она навещает ребенка в приюте. Навещает довольно часто. Ребенок не тянется. Чувствуется, что отношения между ними очень хорошие, теплые. Я не думаю, что суд будет на ее стороне. Выяснилось, что у 42-летней женщины есть и старшая дочь. Она тоже находится в специализированном интернате. Неродивая мать приходила в отдел образования, просила вернуть сына. Но теперь искренность материнской любви ей придется доказывать в суде. 4-летнего Артура нашли в яме около двух недель назад. Оказалось, что мама была в запое, а малыш предоставлен сам себе. Мальчик провел в окопе три дня, но мать уверяет, что не более суток в областную больницу. Артура доставили в обезвоженном и переохлажденном состоянии. Выяснилось, что 4 года назад его маму уже ограничивали в родительских правах. Тогда Артуру было всего несколько месяцев. Но женщина устроилась няне в детский сад, собрала положительные характеристики и спустя полгода вернула себе ребенка. Но вот во второй раз ей это вряд ли удастся. Вела моральный образ жизни, употребляла спиртные напитки, не работала, состояла на учете как неблагополучная семья. То есть на тот момент женщина полностью самоустранилась от выполнения своих родительских обязанностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова